Продолжаем создавать самую большую на ютубе подборку разборов задач с параметрами и у нас задача номер 60 вот такая, опять же из ЕГЭ с 14-го года, чуть не сказал 16-го. У нас квадратное на самом деле опять же уравнение и снова, как и в предыдущих задачах подобного рода, здесь очевидные первые пару шагов. Поэтому призываю всех, настоятельно рекомендую вставить видео на паузу и эти хотя бы первые два шага проделать самостоятельно, а потом думать, что дальше нужно сделать, чтобы было два решения, да? Так вот, что мы здесь сделаем? Во-первых, скажу сразу, что решение будет только аналитического, это задача, то есть графическое решение здесь очень сложно будет представить. Давайте вот сейчас сначала проделаем первые шаги, потом я прокомментирую, почему графическое решение здесь будет очень сложным. И, ну, зря потеряете время, если попытаете, в общем, решать это графически, нужно решать аналитически. Итак, давайте все-таки я здесь проделаю прям замену. Скажу, пусть t у нас a-2 умножить на x квадрат плюс 6x, откуда получаем уравнение вида t квадрат минус 4t плюс 4 минус a квадрат, да? Зачем я так сделал? Потому что здесь сейчас не очевидно, какие будут корни, поэтому я сначала все-таки раскладываю вот это вот на множителя и заменяю за t, да? То, что у нас относительно чего у нас квадратное уравнение, собственно. Вот 2 минус a и 2 плюс a у нас получилось, потому что здесь разность квадратов. Зачем я это сделал? А затем, что сейчас становится видно, что сумма этих множителей, 2 минус a плюс 2 плюс a, да? Это у нас на самом деле 4, то есть если мы сложим и заметим, что у нас минус a и a сократятся, получится 4. И что это означает? Это означает, что у нас 2 минус a и 2 плюс a, как раз-таки такие два числа, суммы, которые дадут минус минус 4, то есть 4, да? И в произведении, собственно, дадут вот эту вот штуку. То есть по теореме Виета у нас, значит, корни это либо 2 минус a, либо 2 плюс a. И после обратной замены мы как раз-таки получаем совокупность двух уравнений, да? a минус 2 на x квадрат плюс 6x равно 2 минус a, либо a минус 2 x квадрат плюс 6x равно a плюс 2, или 2 плюс a. Так вот, значит, во-первых, почему невыгодно это решать через графики? Потому что, во-первых, у нас здесь слишком много где сидит параметр. То есть у нас параметр влияет на направление ветвей параболы, на форму параболы, да? То есть при там а равном, допустим, полтора у нас будет какая-то вот такая вот парабола, то есть она ветвями вниз будет направлена и будет достаточно толстая. Вот. При а равном, например, 10 она будет вообще вот такого вот какого-то вида. То есть слишком сильно влияет a на размер параболы, ну, на форму параболы все-таки. И вот если еще и 2 минус a справа налево перенести, да, то мы заметим, что парабола будет влиять еще и на пересечение с осью y. То есть параметр будет влиять на пересечение с осью y и на расположение вершины. То есть здесь максимальное движение параболы происходит. То есть она может быть какой-то вот такой, она может случиться какой-то вот такой. И так далее, и так далее, и так далее. То есть очень много различных вариантов того, какая парабола может быть. Поэтому графически здесь решать все-таки не очень хорошо получится. Хотя, может быть, можно как-то придумать хорошее графическое решение. Если у вас есть идея, обязательно пишите, пожалуйста, в комментариях. Я вот пока сходу не вижу идеи. Что могу предложить, тем не менее, да, графически, как можно было бы попробовать? Хотя все равно... Все равно с опаской нужно это делать. Можно из первого уравнения, из второго уравнения вырезать a и попробовать решить в координатах a от x, да. Там будут получаться какие-то причудливые графики. Ну, то есть здесь, я вижу, будет делиться на x квадрат плюс 1. То есть график этой функции будет что-то типа линейная штука делить на x квадрат плюс 1, да. То есть, я думаю, там будет что-нибудь вот такое, наверное. То есть там будет такой вот причудливый график. И еще будет второй график. Этот будет точно с разрывами. То есть там что-нибудь типа вот так, потом разрывы, всякие вот такие вот штуки. То есть здесь будут очень сложные графики. И в зависимости от того надо будет рассуждать. Это будет не сильно проще, чем аналитически решать эти рассуждения проводить. Да и тем более графики построить здесь достаточно сложную историю. Так, да. Давайте поэтому решать эту задачу аналитически. Что мы можем аналитически сказать? Смотрите, на самом деле очень сложные условия. Имеет ровно 2 решения это уравнение, да. То есть ровно 2 решения. Это значит, что такая совокупность должна нам дать 2 решения тоже. Если бы звучала задача, как имеет ровно 4 решения, это было бы сильно проще. Почему? Потому что 4 решения это максимальная реализация потенциала вот этих квадратных уравнений. То есть мы говорим, что у этого должно быть 2 решения и у этого должно быть 2 решения. Значит, просто дискриминант положителен, да. И вот этот перед x квадратным коэффициент не равен нулю. То есть надо не забывать, что у нас здесь квадратное уравнение только при условии, что а не равно 2. Потому что перед а равным 2 у нас вот уравнение уже не квадратное. Так вот, если бы нужно было 4 решения, мы бы сказали просто вот, надо решить 2 неравенства и учить, что а не равно 2. Это было бы очень просто. Вот. Но здесь у нас здесь, здесь у нас здесь, уравнение, значит, должно иметь 2 решения. Значит, возможно, разные случаи. И случаев, возможно, действительно очень много различных. если задумываться. Смотрите, может быть такое, что у нас здесь два решения, здесь ноль решений, может быть такое, что наоборот здесь ноль решений, здесь два решений, может быть такое, что одно решение здесь, одно решение здесь, может быть такое, что два решения здесь, одно решение здесь, и оно совпадает с одним из этих двух решений. И тогда у нас получается, что система в исходном уравнении имеет действительно два решения. Может быть такое, что два и два здесь решений, и они совпадают друг с другом, и тогда у нас получится, что вся совокупность имеет два решения. Может быть такое, что тут одно решение, тут два решения, и это одно решение с одним из этих двух совпадает. То есть видим, что случаев вот как минимум шесть. Вроде бы в целом я все даже перечислил. Вот, поэтому смотрите, что будем делать. Ну, заметим, что половина случаев у нас совпадением, поэтому я прежде всего на самом деле рассмотрю такую ситуацию. Так, давайте уравнение назовем 1 и 2. И первым случаем я рассмотрю ситуацию, когда у нас правые части уравнений между собой равны. 2 минус а равно 2 плюс а, что это нам дает? А равно 0, да? При таком значении а у нас будет два совпадающих уравнения, минус 2х квадрат плюс 6х. То есть я, например, сюда вместо а подставляю 0, равно 2, да, получается. И это у нас уравнение х квадрат минус 3х, значит, плюс 1 равно 0. Вот, и второе уравнение будет точно таким же. Я его даже не буду считать. Хотя на всякий случай надо, конечно, а равно 0 подставить и убедиться, что будет точно такое же уравнение. Но тут оно реально будет точно такое же. Поэтому у нас тут не совокупность, а одно уравнение только остается. Ведь мы рассматриваем случаи, да, когда уравнения совпали. Смысл рассматривать совокупность из двух одинаковых уравнений. Поэтому просто одно уравнение. Итак, вот такое уравнение мы имеем. И какие у него корни? Дискриминант. 9 минус 4. Корень из 5. И вот такие вот у него. 3 плюс минус корень из 5. Пополам. Два решения, да? Два решения. И в принципе это то, что нам нужно. Х равный. Да. Вот таким вот значением это два решения. И а равно 0, значит, входит в ответ. Все, мы такое значение, параметр возьмем в ответ. Прекрасно, великолепно. Давайте тогда рассматривать второй случай. Во втором случае у нас, соответственно, будет противоположная ситуация. То есть уравнение не совпадает, да? 2 минус а не равно 2 плюс а. Правая часть уравнений различна. Итак, а не равно 0. Что у нас здесь? Теперь получается, что у нас точно нет никаких вообще совпадений. Потому что если правые части уравнений у нас не совпадают, то и корней вообще никаких не будет. Вообще это очень сильное утверждение. Почему? Потому что если правая часть уравнений не совпадает, у нас же просто два разных квадратных уравнения. Но почему это я говорю, что у двух разных квадратных уравнений точно не будет совпадающих корней? Это ведь сильное утверждение. Смотрите, дело в том, что у нас правые части, это две какие-то, вот если я рассмотрю вот тут вот функцию, да, f от x, это у меня будет квадратичная функция. И вот здесь это еще две прямые, да, y равно 2 минус а, y равно 2 плюс а. Тогда у меня здесь некая парабола. Я не знаю, как конкретно она выглядит, предположим, что она выглядит как-то так. И две прямые, две прямые, причем это прямые обыкновенные горизонтальные. Так вот, в такой ситуации получается, смотрите, корни одного и корни другого, ну, никак не могут совпасть. Потому что, когда прямые двигаются вверх-вниз, они, эти корни относительно друг друга будут ездить лево-вправо и не совпадут. Совпадение возможно только, если одна прямая прошла откуда-то, и вторая прямая совпала с ней. То есть, вот, например, вот в такой ситуации у нас, возможно, совпадение, да, ну, то есть я имею в виду, что вот эта вот нижняя прямая у нас переехала к верхней. Тогда у нас совпали. Ну, и, соответственно, я ведь рассмотрел ситуацию, когда у меня правая часть уравнений не равны, значит, эти прямые тоже не совпадают, значит, вообще никакие корни не совпадают. Вот такое вот рассуждение. Все это можно не проговаривать на самом деле, мы просто вот такие два случая рассматриваем, и этого достаточно будет. То есть, по критериям точно засчитают эту ситуацию. Даже если вы вот эти вот рассуждения про параболы прямые не проговорите. Так, окей, что у нас получается? А не равно нулю? Тогда каким образом мы можем получить здесь два решения в совокупности? Давайте в случае А рассмотрим. Каждый из уравнений имеют по одному решению. Имеют по одному решению. В какой ситуации такое получается? Ну, здесь, в принципе, каждый догадается, да, что по одному решению будет, если каждый из дискриминантов равен нулю. То есть у меня этот дискриминант, вот это квадратное уравнение имеет равный нулю дискриминант, и это квадратное уравнение имеет равный нулю дискриминант. Давайте посмотрим. Значит, у меня первый дискриминал — это 36 минус 4 умножить на а минус 2. Когда я это справа налево перенесу, оно будет тоже плюс а минус 2, да? Поэтому здесь будет а минус 2 в квадрате равно 0. Окей, видим, это очень легко решаемое квадратное уравнение. Второе уравнение мне что даст? 36 минус 4 умножить на... Здесь будет а минус 2 умножить на а плюс 2, да? Только когда я а плюс 2 буду переносить справа налево, у меня а плюс 2, весь этот... все это выражение будет иметь отрицательный знак перед ним, поэтому здесь фактически будет плюс теперь. Вот, равно 0. Так, и вот я вижу, что с вторым уравнением уже будет проблема, потому что если скобки раскрыть, будет 4а квадрат, да? 4а квадрат минус 16 плюс 36, то есть плюс 20. Равно 0. Это уравнение, естественно, не имеет никаких корней. А если это уравнение не имеет корней, то и вся система не имеет вообще решений. То есть невозможна ситуация, когда первое и второе уравнение имеют по одному решению, да? Казалось бы. Но вот здесь вот состоит первая самая популярная ошибка тех, кто решает эту задачу. Смотрите. Значит, если уравнение вот такого вида, то оно не факт, что квадратное. Вот это надо очень хорошо запомнить. Это самое важное... Самый важный случай, который забывается при решении квадратных уравнений. Потому что на самом деле возможен другой сценарий, когда первое и второе уравнение имеют по одному решению. Либо у них дискриминанты должны быть равны, да? Либо еще вот пункт B давайте рассмотрим. Давайте посмотрим первое и второе. Скажем, квадратные и имеют по одному решению. А в пункт B у нас будет первое и второе уравнение линейные. И имеют по одному решению. Имеют по одному решению. В такой ситуации что у нас происходит? Тогда у нас A-2 равно 0, да? A-2 равно 0 мы подставляем и получаем какие уравнения? У нас получается, значит... Так, смотрите. Почему здесь у меня была система? Потому что я хотел, чтобы оба дискриминанта были равными 0. Поэтому я приравнял их к 0, получил два уравнения и их записал в систему. Здесь же я сейчас буду решать вот эту совокупность. Поэтому опять рисую совокупность. Здесь я буду решать относительно X. Подставляя вместо A-2 0. То есть вместо A подставляю 2. Что я получу? 0 плюс 6X равно 0, да? То есть первое уравнение обратится в 6X равно 0. Второе уравнение обратится в 6X равно чему? 4. Потому что здесь будет 0 плюс 6X равно 2 плюс A, где A это 2. Соответственно, мы получим просто 4. 6X равно... Так, где у нас тут? Курсор пропал. Так, 6X равно 4. Ага, вот. И получаем, что X либо 0, либо 2 трети. И у нас действительно два решения. Действительно два решения. И получается, что таким образом A равное 2 идет в ответ. То есть тоже в ответ. Вот мы уже нашли второе значение параметра, который пойдет в ответ. Вот у нас было A равно 0. И теперь A равно 2. Итак, вот это вот очень важный случай, который частенько забывается. Идем дальше. Теперь рассуждаем об этих уравнениях еще. Когда еще может быть такая ситуация, что эта система имеет ровно 2 решения? На самом деле, сейчас уже можно догадаться, что остался последний случай. Потому что давайте-ка мы посмотрим. А я вот здесь, когда дискриминант считал, что заметил? Я заметил, что эта зараза всегда положительная. То есть дискриминант второго уравнения всегда положительный. То есть у нас вообще случая, когда у второго уравнения не будет корней или будет один корень, не бывает. То есть второе уравнение всегда дает 2 решения. А все, тогда мне осталось сказать лишь, да? Вот в пункте V я могу записать так. Так как дискриминант второго уравнения, его, ну так вот напишу дискриминант второго уравнения, всегда больше нуля при любых А. Необходимо, чтобы дискриминант первого уравнения Необходимо все-таки, вот так вот, необходимо, чтобы дискриминант в первое уравнение был меньше нуля. То есть если у нас второе уравнение уже дает 2 решения, то есть у нас по-любому 2 решения есть здесь, то здесь должно быть только 0 решений. И все, все, что мне осталось, это значит решить вот такое неравенство. Вот эта штука меньше нуля. То есть 36 минус 4 на А минус 2 в квадрате меньше нуля. Все, я вот это неравенство сейчас решу, и будет готов ответ. Так, давайте решим это неравенство. Что здесь делаем? Обязательно сократим, естественно, на 4. Не будем раскрывать скобки, потому что у нас здесь левая часть в виде разности квадратов приведена, и было бы глупо раскрывать скобки. У меня получается тогда, ну это 3 в квадрате минус А минус 2 в квадрате. Получаю 3 минус А минус 2, и А минус 2, когда раскроем вот эти скобки перед минусом, будет А плюс 2, минус А плюс 2, да, умножить на 3 плюс А минус 2, меньше нуля. И мы получаем в конце концов ситуацию, значит, 5 минус А умножить на А плюс 1, меньше нуля. Вот, 5 минус А на А плюс 1, меньше нуля. Это А, это минус 1, это 5. Получаем знаки минус, плюс, минус, да, почему у меня справа минус оказался? Потому что, ну вот, я вижу, что тут перед А отрицательный коэффициент, поэтому не как обычно у нас чаще всего справа всегда плюс получается в методах интервалов. Так вот, получается минус, плюс, минус, и где у нас решение? Вот, от 5 до бесконечности, и от минус бесконечности до 1. И если собрать теперь весь ответ до минус 1, собрать весь ответ, то получим минус бесконечность минус 1, 2 особых случая с нулем и с двойкой, и, соответственно, от 5 до плюс бесконечности. Всё. Вот это вот на самом деле всё решение. Ещё раз, получили какую ситуацию? Следовало на самом деле, когда мы дошли до вот этой вот совокупности, сходу рассмотреть дискриминанты. Потому что в таких задачах частенько бывает такое, что дискриминант какой-то, да, всегда имеет определённый знак. И значит, что у нас прям половина случаев сразу же откидывается. То есть, видите, я в самом начале чисто гипотетически нарисовал, да, 4 различного, 6 различных случаев. Вот. А оказывается, что из этих случаев можно рассмотреть всего 3. Итак, не забываем о чём. Не забываем о том, что нужно рассмотреть дискриминант. Наверное, всё-таки в самом начале. Ну, здесь вот мы только здесь, да, но во втором случае догадались, что у нас второе уравнение всегда имеет корни. А во-вторых, не забываем, что коэффициент перед x квадратом может быть равен нулю. Значит, это уравнение не всегда квадратное. И всё, это самое главное. Таким образом, получаем вот такой вот ответ. На этом разбор всё. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, было полезно. Если было полезно, будет приятно, если напишите спасибо в комментариях. А также обязательно подписывайтесь на канал, рекомендуйте его друзьям, одноклассникам, даже учителям, репетиторам, может быть, своим. Потому что здесь подборка, на самом деле, самая большая на YouTube. За разбор задач параметров. Может быть, пока не самая большая. Хотя, если видите, где больше, то напишите в комментариях. Кстати, я вот не видел нигде пока больших подборов задач параметров. Но в скором времени точно будет самый большой. Здесь будет как минимум 140 задач разобрано. Я выкладываю здесь видео через день. Вот. И да. В общем, прощаюсь на этом. Не забывайте, кстати, посмотреть в описании. Есть ссылка на бесплатный курс по тригонометриям. Да, всё. Всем пока. Как говорят у нас в Мексике. Auf Wiedersehen.